Спасибо большое, Вадим Викторович. Я, с Вашего позволения, буду сидя, поскольку у меня с девайсами тут немножко проблемы, я не могу выйти в зал. Скажу честно, название это предложено Вадимом Викторовичем, и оно такое амбициозное, не потому что у меня 80-летний юбилей, и я вот хочу как бы поделиться. На самом деле, с самого начала я немножко не понимал глубины того пласта, который мы пнули, и вот сейчас, особенно после доктора Сантьяго, тяжело будет выступать, поскольку то, что он показал, это системный подход, и это системный подход последипломного образования. Ну, всем не секрет, что после развала Союза системное последипломное образование в стране и всех постсоветских странах оно практически упало, и нельзя было вступить в одну реку и выйти из нее уже умеющим плавать дельфином. Я в более такой постараюсь юмористической плоскости провести свою презентацию, и как бы в конце постараюсь резюмировать, как все-таки получилось то, что получилось. Ну, прежде всего, мне в плане моей профессиональной карьеры повезло, потому что у меня оба родители, они находятся в зале, если я ничего не путаю, оба были хирургами. Виктор Петрович слева от вас, это он общий хирург, очень широкого профиля, а мама была офтальмохирургом. И поэтому, в принципе, я... Спасибо. Родился в обычной семье, я хотел этим продемонстрировать не то, что я чепчик примерял, а у меня были обычные олени на стене, они какие-то не золотые унитазы. И мог бы, в принципе, закончить этим слайдом, сказать, что я все впитал с молоком матери, как бы, и поэтому, собственно, имеем то, что имеем из этого. На самом деле, все не так просто в медицинском образовании, не получается с молоком матери впитать и хирургические навыки и так далее. И самое основное, конечно, от родителей, это сама атмосфера в доме и доступность к медицинской литературе. Это очень серьезный такой, как бы, момент, такое большое преимущество иметь возможность, не покупая книжек, их иметь на полках. И это конкурентное преимущество оценил гораздо позже по сравнению с коллегами, которые проходили этот путь самостоятельно, собирая свою библиотеку. Ну, с детства я хотел, в принципе, создать эликсир и спасти дедушку Ленина. Это правда, как это не банально звучит. И поэтому у меня не встоял никогда вопрос выбора профессии. И в 14 лет я попал впервые в первую городскую клиническую больницу города Полтавы в качестве санитара хирургического отделения для того, чтобы собрать необходимые пару лет стажа, которые давали бы, уравнивали бы, скорее всего, мои шансы с воинами-афганцами при поступлении в мединститут. Тогда были и такие моменты. И это позволяло, выполнив свою работу, уже начинать создавать свою базу данных. Потому что, закончив мыть туалеты, я шел в операционную и подсматривал за деятельностью уже маститых на тот момент, ну, в основном, хирургов экстренной хирургии. Вот, кстати, моя альма-матер, которую я в конечном итоге поступил и закончил. Это Полтавский медицинский стомат-институт, лечебный факультет. И по окончании его, тоже судьба так вот развела, я убегал от сложности. Я переехал из Украины в Россию, в Великий Новгород, и интернатуру проходил в Великом Новгороде. Только из-за того, что на Украине ввели трехлетнюю интернатуру, а в России оставалась годичная. И на тот момент, мне казалось, это хорошей идеей сократить образование, при том, что дипломы все заканчивались. То есть, это закончилось тем, что у меня была довольно необычная интернатура в Великом Новгороде. Я уже на протяжении, там, второго полугодия, четыре месяца заведовал хирургическим отделением в славном городе Сальцы на 20 тысяч населения. В связи просто с банальным кадровым голодом. И вот там ощутил впервые долю той ответственности, которая ложится на незнающего ни черта хирурга, когда за спиной нету старших товарищей. Это привело к определенной мысли, что идея годичного образования, она не имеет под собой никакого общего. И привела меня в клиническую ординатуру в Санкт-Петербурге на кафедру хирургической гастроэнтерологии и гипотологии, к ныне покойному Александру Евгеньевичу Борисову, великолепному хирургу и очень интересному человеку. И тогда он главным хирургом города. И вот все сложности каменной столицы, большого мегаполиса навалились на мои худые плечи. Вот Александр Евгеньевич был моим первым таким идеологическим ментором. Он никогда не учил, конечно, как вязать узлы, как шить, но то отношение к жизни, отношение к пациенту и решение в нестандартных ситуациях, это, конечно же, благодаря ему. Хотя, скажу честно, он не был очень ласковым таким учителем. Больше, я бы сказал, из моих учителей я бы благодарен был Вячеславу Петровичу Земляному, Александру Владимировичу Семенову и Виктору Анатольевичу Кащенко, которые были более доступными, с кем мы, собственно, разгребали в геевой конюшне обычной хирургии, и от которых я в большей степени учился различным техническим, мануальным навыкам, стратегическим решениям, потому что они были ближе к народу. И в те же годы я впервые столкнулся, собственно, как неандерталец с приходом в таком очень неожиданном лапароскопии в общую хирургию. Первая практика, тренинг-бокс, это самый лучший ментор для эндоскопического хирурга, на мой взгляд. И первый тренинг-бокс, вообще тренинг-боксы имеют большую историю формирования хирурга, и первый был создан из картонной коробки от подсистемного блока компьютера. Но, тем не менее, он позволял уже осваивать трехмерное пространство, превращая его в двухмерное на экране, даже при тех видеотехнологиях, которые были в те времена. Вот единственный случай, когда спички детям игрушка, это как раз, можно сказать, собирание в коробку является первым навыком попадать в нужную точку, в нужное место длинными палочками. Потом переход к более сложным объектам. В дальнейшем эволюция, вот это где-то 2000 года уже с HD, камера и адаптация, которая позволяла использовать бытовую видеокамеру с системой собственной подсветки, а не использовать дорогостоящий лапароскоп в тренинг-боксе, позволяли продолжать тренироваться. Ну и совсем такое решение. Пару лет назад ребята смоделировали эту штуку, ребята, занимающиеся ремонтом автомобильных бамперов. Себестоимость всех этих вещей, она копеечная. Это не лап-сим, который стоит миллионы долларов, но позволяет работать с реальными тканями, ремиальными инструментами и формировать свои будущие навыки. Кроме того, вот с Виктором Анатольевичем Кащенко мы при каждой удобной возможности укатывали стойку из операционной в патологоанатомическое отделение и для шефа разрабатывали доступы на тогда стратегические объекты. Первая адреналэктомия в России была выполнена Александром Евгеньевичем после того, как мы показали, что это можно сделать на трупе, показав определенные доступы и так далее. Первый навык был приобретен там. И это на протяжении многих последующих лет каждое новое вмешательство сопровождалось начальной отработкой вмешательства на трупе. После окончания клин-ординатуры всегда возникает ощущение, что ты уже великий, у тебя есть бумажка, ты можешь все. Мой путь лег в столицу мира Великий Новгород, который великий по названию и по истории, а реально это 240 тысяч населения в самом поселке и 650 тысяч всей области. И где я провел славных несколько, наверное, уже полтора-десятка лет с различными вариациями. И в это же время начались мои трипы за границу и посвящение в иностранный опыт, который на тот момент был просто шокирующим. Вот человек, оказавший огромное влияние на мою жизнедеятельность, Арно Ватье, увидев которого где-то в 1998 году, у меня упала корона с головы, потому что я в тот момент уже ощутил себя великим хирургом, умея выполнять кроме лапароскопической холецистектомии еще паховую герниопластику, грыжу пищевода и загордился, и тут увидел левую руку Арно. Арно оперировал левой и правой рукой, шил все безумительно, и я на два года ушел опять в тренингбоск развивать руку. Было огромное удивление, спустя пару лет я набрался смелости и поблагодарил Арно, какой он великолепен и какая у него хорошая рука. Он сказал, а, даст нот мета, я левша с детства, просто меня родители заставляли правой писать. Но, тем не менее, иногда случайности в жизни они как бы дают. На мой взгляд, лапароскопический хирург – это амбидекстер, поэтому это важно. Это одна из первых поездок, это Швеция, в которая просто перевернула мое представление не столько о самой хирургии, сколько о менеджменте, логистике, организации работы в клинике и заставила снова усомниться в том, что уже вершина она здесь. Посещение клиники Клод Бернара во Франции, она также наложила определенный отпечаток. И в открытой хирургии это доктор Раймонд Поло, очень ответственный. Посещение университета в Нэнсе, 200 тысяч населения, но трансплантации печени делают столько же, сколько, наверное, все постсоветские страны вместе взятые. Ну и вот работа с доктором Чипани, который в 2000 году уже имел личный опыт более тысячи бариатрических лапароскопических операций. Это все также отодвинуло свои амбиции, раздвинуло горизонт и заставило учиться дальше. В плане лапароскопии в онкохирургии огромная, я не могу не коснуться одного из своих друзей, Шали Шапутамбекара. Это индийский доктор из маленького поселка на 3 миллиона населения в 120 километрах от Мумбаи в 20 миллионов, который в 43 года впервые взял лапароскоп в руки и на сегодняшний день нету в онкологии пределов, которые бы он лапароскопически не оперировал. Он очень одаренный и, как скажем так, трудно, не будучи у него на рабочем месте, ощутить по публикациям вот некоторые нюансы. Не могу не коснуться Жака Мориско, который в 2004 году впервые перевернул вообще представление об образовании со своим ресурсом WebSearch, который я считаю на сегодняшний день видеобиблией любого эндоскопического хирурга, на которой реально мы впервые смогли увидеть операции систематически, по разделам, не так, как на случайном мастер-классе, какую-то случайную нозологию и довольно дешево, только лишь выходя в обычный интернет. Это шикарный ресурс. Тем не менее, свой личный рост я связываю и с командой единомышленников. В этот момент у нас зародился студенческий научный кружок. И вот тут, знаете, как бы соблюдается такое правило американских интернов. See one, do one, teach one. Когда ты начинаешь объяснять, понимаешь даже сам, что ты хотел сказать. И мы с кружковцами, я отрабатывал на подпольном виваре, практически при нашей кафедре, на свинках свои задачи. Студенты делали науку, но это также расширяло наши навыки. Все первые лимфодисекции, параортальные, тазовые и так далее, все благодаря ВЭТ-лабу. И это не системный ВЭТ-лаб, это никакие не сущности. Вот моя первая студенческая группа, 28-летний доцент и на пару лет моложе студенты, которые вместе творили эти безобразия. В тот момент онлайн-ресурсы стали впервые уже расширять наши возможности с появлением доступа к международным ресурсам, таких как НССН, которые позволяли получить доступ к мировым знаниям, накопленным в отношении нашей специальности. Отличная конференция, отечественная Russian Surgenet, в которой более 800 хирургов зарегистрировано. И ее аналог, вернее, она аналог англоговорящей конференции под руководством Тома Сагиллоса, где в онлайн-доступе более полутора тысяч профессионалов со всего мира, включая Кеннета Матокса, включая Маше Шейна и так далее, которым всегда можно по сложному кейсу было обратиться. Или просто задать вопрос, куда пойти учиться дальше, кто является экспертом в том или ином вопросе. Все это параллельно сочеталось с разработками различных девайсов. И вот в 2004 году появился WebSearch, который просто открыл глаза на мир и стал позволять нам обучаться, не выходя из собственной комнаты. В какой-то момент все это приелось, все эти моменты вышли на какую-то такую вершину. И стал вставать вопрос, а чем же заниматься дальше. И вот в 2006 году произошло желание начинать запихивать всякие наши тоненькие видеотрубочки во все естественные отверстия. Что привело к тому, что уже вот этот тренинг в бокс как раз уже для нотис технологии. То есть банальная пластиковая бутылка разрезанная, куда помещен органокомплекс, на которой мы отрабатывали первую аппендиктомию нотис, которую успешно в 2007 году реализовали как способ борьбы со скукой. И вот в 2010 году я перебрался в клинику израильской онкологии, которая работает полностью по западным стандартам, находится в 40 километрах от Киева. И с мая 2010 года вот те цифры, которые у нас получаются. Синенькими столбиками это общее количество вмешательств, включая молочную железу и мягкотканное новообразование. Красными столбиками обозначена только абдоминальная хирургия. Зелененькими это абдоминальная хирургия из этих же операций, выполненных лапароскопически. Что в абсолютных цифрах представляет следующее. Прошлый год мы закончили 99,35% абдоминальных онкологических операций, выполненные лапароскопическим доступом. Вкратце, все, что мы не делали, оно практически впервые в Украине. К чему это все такая предыстория? Ну, вы знаете, мне трудно сделать в несистемной стране системные выводы, подобные доктору Сантьяго, но тем не менее, в основе своего опыта мне бы хотелось как бы некоторые подвести итоги. Так сказать, узелки на память. Ну, во-первых, нужно читать, читать и еще раз читать. Каждые пять лет наши знания о медицине, они практически устаревают. Все религии мира и все цивилизации говорят одну и ту же пословицу. Не боги горшки обжигают. То есть, с одного шага начинается любой путь, и это в любой специальности и в хирургии особенно. Не нужно задирать никогда нос, нужно обращаться к чужому опыту, в том числе и иностранному, и поэтому необходимо читать не только отечественных авторов, но и зарубежных. Ну, хотелось бы как бы всем войти в человеческий ум, ну, хотя бы как доктор Хаус, если не так, как Пирогов. Но для этого нужна только практика, практика и еще раз практика. Правило тысячи часов, которое известно для формирования навыков виртуозной игры на скрипке, оно абсолютно убежден, хоть и не проводились такие исследования в хирургии. Десять тысяч часов, и человек виртуоз. Пять тысяч часов, и человек просто мастер. Что такое десять тысяч часов? Это три часа практики ежедневной, по двадцать часов в неделю в течение десяти дней. Американское правило резидентов – это абсолютная истина. То есть один раз увидел, один раз сделал, один раз научил, и ты, если не эксперт, то, во всяком случае, уже владеешь этим вопросом. Важно иметь своего учителя или ментора. Но тут я бы хотел сказать, единого учителя нет и быть не может, нельзя сотворить себе кумиру, нужно суммарно собирать. Это малая толика тех людей, которые оказали влияние на формирование моего хирургического мировоззрения. Поэтому у каждого из них можно было взять какую-то часть своих знаний. Но, к сожалению, не существует ни одного на планете, который можно было бы взять у одного. Нужно ездить активно по миру. Должен быть открытый для этого мозг и возможности, потому что иногда мы не замечаем, что происходит в соседней республике и так далее. А там абсолютно прорывные технологии, которые могут быть опубликованы спустя 10-15 лет, а они сегодня работают. Мне хотелось бы привести вот этот пример, как пример необходимости держать открытым свой мозг. Это картинка из книжки издательства «Медицина», комбинированная лапароскопия 1976 года. Здесь приведена система для видеорегистрации, вернее, кинорегистрации на кинопленку сложных лапароскопических случаев в эру оптической лапароскопии. Представляете? Мы все знаем Филиппа Мурека, который как автор в 1987 году первой лапароскопической холецистектомии. Они на 10 лет раньше имели возможность развернуть монитор в свою сторону и начать оперировать. Но они этого не сделали. Они эту систему сделали только для записи для своих курсантов после дипломников, сложных лапароскопических кейсов, которые на момент присутствия группы может просто не быть. И не стали выполнять операции под вот этим моментом. Ну, естественно, от простого к сложному это единая вещь. Нельзя перепрыгнуть через две ступеньки. Нужно степ-бай-степ осваивать все навыки. И нужно всегда помнить, когда вы дошли, как вы думаете, поднялись на вершину, что чаще всего это не вершина, а лишь ступенька или какая-то лестничная площадка к следующему шагу. Необходимо, конечно же, всегда сохранять чувство самокритики. Это, на мой взгляд, самый важный момент. Не сотворить, знаете, себя Бога, поскольку, ну, вы знаете этот анекдот, когда в чем отличие хирурга от Бога. Бог никогда не думает, что он хирург. Так вот, по-моему, ни одну карьеру загубило это ощущение себя Богом. В плане эндоскопической хирургии с очень методологически грамотным является учебным пособием. Это запись всех своих вмешательств. Как внутренний нос начинает задираться, пересмотрите 10 своих последних видео. Вы найдете там два десятка неприемлемых действий, движений, которые требуют совершенства и оттачивания. Ну, и напоследок, мне хотелось бы привести вот этого мексиканского мужчину, который лишен обеих рук. Мне кажется, после подобных примеров невозможного в мануальной части хирургии, в принципе, быть не может. Ну, и закончить мне хотелось бы все-таки тем, что здравый смысл должен быть во всем. И от усердия, как бы, да, заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. То есть нужно иногда уметь включать тормоза, спрашивать, когда вы что-то не понимаете у окружающих. Я думаю, это единственный путь вырасти, как бы, в более-менее приемлемого специалиста в тех условиях, когда нету системы, которая за тебя это сделает. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, отвечу. Я не пожалел, на самом деле. Спасибо большое, Сереж. Вопросы? Сергей Юрьевич, благодарю за блестящий доклад. Вы, как и многие здесь присутствующие, прошли путь Максима Горького, пролетарского нашего писателя, добились успеха, как и он. Вы готовы, вопрос такой, представить данную презентацию в виде серьезного металлогического учебника для образования не только студентов, но и наших интерных ординаторов. Потому что этот продукт, который мы сегодня имеем в Российской Федерации после Института Медицинского, оставляет желать лучшего. Ну, чтобы сократить им этот путь, который прошли мы все, и вы в том числе. Я не думаю, что этот путь, вот в том ключе, который мне пришлось пройти, он полезен для тиражирования, он полезен для создания каких-то узелков на память и работы, наверное, группы опинион-лидеров, которые чего-то добились, для того, чтобы выработать, наконец-то, определенную какую-то эталонную систему, в которой было бы четко все прописано. Вот у американских интернов очень жестко. Если они не выполнили определенное количество вмешательств, они не завершают резидентуру. На сегодняшний день, вот меня Вадим поправит, если я ошибаюсь, по-моему, 50 лапароскопических кейсов входит в базовую подготовку. Обязательными из них 25 и 20 лапароскопий, которым самостоятельных выполненных. Чтобы так полететь, нужно начинать, нужно понимать, сколько часов должно быть потрачено на формирование мануального узла, например. Сколько часов должно быть потрачено на академическую вещь. Это вопрос как бы не к одному ко мне. Это вопрос, наверное, к нам всем, что, наверное, нужно собраться, об этом говорить, формировать какой-то опинион-лидер-комитет, не формальный, а фактический. Потому что, когда это все при Минздраве, значит, все умерло. Будет отписанная бумажка и так далее. А знаете, я сейчас скажу пафосную вещь, но я реально так думаю. Вот советская система умерла, но маховик ее еще дорабатывает, как бы она не совсем закрылась, как бы Симашковская. А новая не создалась. И то поколение уже ушло, а новое, как бы, оно еще только подрастает и так далее. И вот мы в том возрасте, когда начнем потреблять свои медицинские услуги в ближайшие 15-20 лет сами. И если мы не вырастим этих людей, которые будут нас лечить, кроме себя самих, нам обвинить будет некого. Поэтому я готов участвовать в подобном процессе, если кто-то его инициирует. Продолжение следует...